В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Юные жители муниципалитета получили сертификаты на жилье. У вас будет возможность от чего-то толкнуться, для того, чтобы дальше строить свою жизнь. В Московской области стартовала неделя добрых дел. Я пишу мотивирующую речь солдатам. Наши в Сочи врач из Видного Татьяна Меньшикова стала участницей Всемирного фестиваля молодежи. У меня сейчас записная книжка, наверное, увеличилась, я не знаю, раз в сто. 5 миллионов 800 тысяч рублей сертификаты на такую сумму получили два юных жителя Ленинского округа. Это регламентируется законом Московской области о предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилищные сертификаты позволят ребятам приобрести жилье на территории Московской области. Вы выберете те квартиры, которые вы для себя представляете, в рамках той суммы, которая указана в сертификате. И у вас будет возможность от чего-то толкнуться, для того, чтобы дальше строить свою жизнь, свою семью. Анастасия Загребаева окончила колледж в Москве и пока не определилась с дальнейшей учебой. А вот у ученика ВХТЛ Даниила Воскобойникова есть вполне конкретные цели. И собственное жилье станет большой подмогой в их достижении. Есть жилье, просто как-то более уверенно себя чувствовать. Хотелось бы поступить в медицинский институт, в общем, отучиться хорошо, ради натуру пройти и работать желательно в Москве стоматологом. Всего в этом году в Ленинском округе 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат помощь в приобретении собственного жилья. В рамках благотворительного проекта «Доброе дело» губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о запуске акции «Неделя добрых дел», которая пройдет во всех школах региона. Подробности у Юлии Стаферовой. Задача акции «Неделя добрых дел» – объединить ребят, которые хотят оказать помощь и поддержку тем, кому она сейчас необходима. Одно из таких мероприятий организовали в Видновской школе номер 7. В связи с «Масреничной неделей» ученицы 8 класса под руководством учителя технологии Снежаны Ждановой испекли блины, которые передали местному клубу активное долголетие. Девочки всегда активно участвуют во всех акциях, а особенно они любят готовить. И урок кулинарии они ждут каждый год с нетерпением. Для них это прям праздник. Помимо ароматных блинчиков, ребята из 4 класса написали письма бойцам, которые задействованы в специальной военной операции. Я пишу о том, что профессия военного – это очень почетная и отважная профессия. И что стать военным не каждый сможет. Я пишу солдатам, что они очень отважные и смелые, потому что встали на защиту Родины. Я очень хочу, чтобы они поскорее вернулись к своим семьям. Я пишу мотивирующую речь солдатам, чтобы они никогда не сдавались во время войны, чтобы они шли до конца, чтобы они шли на пролом. На неделе добрых дел школьники заботятся не только о людях, но и не забывают помочь животным. А так у нас еще есть одно мероприятие – это помощь животным нашему приюту, который находится в Щербинке. У нас вся школа активна, уже второй раз будет участвовать в этом добром деле. Такая акция, как неделя добрых дел, учит школьников быть добрыми, отзывчивыми и милосердными. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В муниципалитете прошла областная тренировка по эвакуации при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. На учениях в Видновской школе номер один побывала наша съемочная группа. Внимание! Пожарная тревога! Услышав звуковую сирену, учащиеся педагоги и другие сотрудники школы без паники и суеты эвакуировались из здания. По легенде, возгорание произошло на лестничной площадке первого этажа. Действуя строго по инструкции, учителя вывели детей во двор учебного заведения и доложили информацию заместителю директора по безопасности. Учебная эвакуация – это единственный универсальный способ защиты от последствий любой возможной чрезвычайной ситуации. Раз за разом такие тренировки позволяют отработать слаженные действия при реальной угрозе. Такие мероприятия у нас проходят именно по пожару, у нас проходят раз в квартал. Помимо этого, еще есть дополнительные мероприятия по эвакуации, по отработке действий различных. То есть при захвате заложников, при различных уровнях опасности. Контролировали мероприятия сотрудники МЧС. Во время учебной тренировки начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Дежкин еще раз напомнил школьникам о правилах поведения при пожаре. По результатам тренировочной эвакуации было указано на те недостатки, которые были выявлены в ходе тренировочной эвакуации. Это руководство образовательного учреждения, я думаю, примет в кратчайшие сроки меры, проведут свои собрания, внутренние совещания для того, чтобы такого больше не допускать. Это необходимо, во-первых, для детей, чтобы они понимали, что пожар для жизни очень опасен и что мы каждый должны следить за своей безопасностью. Я считаю, что это очень важная на самом деле ситуация, вот эта тренировочная пожарная эвакуация, потому что очень много жизней уносит пожары. В таких ситуациях я еще не был и, надеюсь, не буду. После учебной эвакуации спасатели продолжили знакомить учащихся с основными правилами пожарной безопасности уже в классах школы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. С 1 по 7 марта Сочи стал столицей молодежи мира, а все потому, что там прошел Всемирный фестиваль молодежи, участие в котором приняло более 20 тысяч человек. В числе делегатов была и Татьяна Меньшикова, врач клинической лабораторной диагностики из Видного. С другими участниками фестиваля я могу поделиться опытом управления в Ленинске с деменом Бенни Мири, Тайм Менеджмента, который пришел на смену в УК Меру во время пандемии коронавируса. Видеовизитка, портфолио и эссе на выбранную тему. Чтобы стать делегатом на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, нужно было пройти серьезный конкурсный отбор. И врач клинической лабораторной диагностики из Видного Татьяна Меньшикова успешно справилась со всеми заданиями. Кстати, всего было подано более 300 тысяч заявок из 188 стран. Тот случай, когда участие – это уже победа, говорит сама Татьяна. Где-то за неделю до фестиваля мне позвонили и сказали, что я прошла. Для меня это было, ну, как сказать, и неожиданно, и в то же время я была очень этому рада, потому что, как я узнала, что из Московской области, из Роспоремнадзора я прошла одна единственная. Вот для меня это была большая честь. В Подольске филиал Центра гигиены и эпидемиологии Московской области Татьяна Меньшикова пришла работать почти 7 лет назад. Исследовать в лаборатории она может любые материалы и среды. Сейчас, например, Татьяна является специалистом по качеству воды. А еще недавно, на протяжении почти трех лет, во время пандемии коронавируса, была нелегкая работа в аэропорту, где у приезжающих пассажиров брали мазки и проводили анализы на ковид. Человек молодой, задорный, который не боится решать какие-то серьезные вопросы. И решает она их. Это перспективный специалист на будущее. И она достойно может представлять нас, значит, не только на фестивале, но и, естественно, по своим профессиональным вопросам. На неделю в Сочи коллектив Татьяну отпустил с радостью сотни различных экспозиций, лекций, образовательных мероприятий, яркие интерактивные площадки. Молодые люди из более 180 стран свободно общались. Язык был интернациональный. Они общались с улыбками, взглядами, эмоциями. Эти семьи оказались очень насыщенными. У меня сейчас записная книжка, наверное, увеличилась, я не знаю, раз в сто. Особенно в Телеграме, потому что столько много знакомств. Мы успевали только обмениваться какими-то подарками, талисманами. И просто спрашивали хотя бы, откуда ты. Иностранные граждане были очень рады, особенно русским конфетам. Большая концентрация единения и дружбы без государственных границ. Так описывает одной фразой прошедший фестиваль Татьяна Меньшикова. Событие, которое наверняка запомнится надолго всем его участникам. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Меньше получаса на противника, подбор тактики для каждого оппонента и расчет плана игры на три шага вперед. В девятой школе прошел турнир по шашкам среди начальных классов. За поединком юных стратегов наблюдала Инга Инчук. Начальная школа – это место, где учащиеся не только получают знания, но и учатся коммуникации друг с другом. В девятой школе было принято решение сплотить юный коллектив игрой. Но в неурочной деятельности учителя проводят время с детьми за шашками. И вот настало время для ежегодного турнира. Каждый классный руководитель проводила турнир внутри класса, выбирала двух сильнейших, и сегодня они представляют класс уже на уровне школы. На турнире встретились школьники разного уровня подготовки. Некоторые в шашечном спорте с детства, есть и те, кто только вошел в игру. Девятилетний Михаил Федорин тренируется полгода, но уже строит большие планы на будущее. Научил играть мой отец. После этого у меня стало хорошо получаться, и я решил играть дальше, чтобы в будущем научиться играть в шахматы. Платон Рождественский играет в шашки с пяти лет. Сейчас он хочет показать свое мастерство на региональном уровне. Играю два года. Я самоучка, поэтому я просто посмотрел в интернете, как играю в шашки. На турнире каждому ученику предстоит сыграть восемь партий. Взявшие вверх в первой игре ученики выбирают соперника на следующий раунд. И так продолжается до выявления победителя. Для шестилетнего Ивана Юбина это не первый турнир. А я в садике научился три года назад. Я выиграл первый раунд. Он еще участвовал в садике, когда ходил в «Лесную сказку». Занял там второе место в прошлом году. И в этом году хочет уже повторить первое занятие. Турнир по шашкам проходит раз в год и уже стал доброй традицией. Эта игра развивает концентрацию, логическое мышление, а также позволяет найти единомышленников. Инга Инчук, Кирилл Макров, Гульнара Балаева, Видне ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»